МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. 22 июня в Ленинском районе прошла акция свеча памяти. От всего сердца, от всей души прийти, вспомнить. Чемпионы Европы по мотоболу 2019 сборная команда России снова на высшей ступени пьедестала. Мы чемпионы! Мы чемпионы! Сотрудники Управления внутренних дел приняли участие в соревнованиях по функциональному многоборью. Участники сильные, но посмотрим. Спорт все покажет, кто сильнее, кто наиболее подготовленный. Чемпионат Европы по мотоболу – самое главное состязание года. Как только заканчивается финал турнира, сразу начинается подготовка к первенству следующего года. Ведь обладание титулом европейского чемпиона почетно для любого спортсмена. В 2019 году сборная команды России вновь подтвердила свое преимущество. Как спортсмены шли к золотым медалям, расскажет Елена Бабина. 15 июня сборная команды России прибыла в немецкий город Мёрш для участия в чемпионате Европы по мотоболу. Россияне привезли юниорскую сборную и взрослых спортсменов. Все они – действующие чемпионы европейского турнира. За кубок собирались бороться. Команды – Германия, Франция, Нидерландов и Белоруссия. В юношеском первенстве вместо белорусских спортсменов были литовские. Правила для всех одинаковые. Встреча команд в круговом этапе. Затем полуфиналы и финал. В первый день россияне встречались с французскими мотоболистами. Сначала вели 2-0. Потом провалились и дали возможность соперникам сравнять счет. Но затем забили третий победный мяч. Чемпионат еще будет проходить 5-6 дней. Все выводы сделаем. Какой состав должен выезжать. Сейчас всех пока мы первая игра. Всегда тяжело. Но я думаю, неправильное решение примут наш тренерский состав. А мы как основной или не основной состав выводы сделаем, что надо прибавить к нам в нашей игре, чтобы не 3-2 был, а с разрывом 4-5 головок. Матч России и Голландии сюрпризов не обещал, потому как сборная Нидерландов никогда не претендовала даже на выход в тройку призеров. Но то ли голландцы стали многократно сильнее, то ли у нашей команды были ошибки, в том числе тактические, по размещению игроков в четверке. Но результат всех удивил. У нас опять, я не понимаю, почему у нас были экспериментальные составы. Из этих экспериментальных составов у нас пошел сумбур какой-то. Забили, потом пропустили. Потом пропустили еще один гол. Мы горели 2-1. Не могли забить, торопились. У нас пошел уже какой-то скоростной мотобол, который мы обычно не играем. В четвертом периоде, наконец-то, выпустили нашу основную четверку, в которой мы должны играть всегда. Которая у нас наигранная уже не один год. И мы успокоились. Первый гол я забил с контратаки. Сравнял счет. Потом еще два забил, прикрыли правильно, грамотно заехали, не спеша, и все получилось нормально. Нормально это 6-4. А впереди россиян ждала встреча с белорусами. Их командный состав омолаживается. Ушли взрастные, но опытные игроки. А юным пока тяжело бороться с сильнейшими российскими мотоболистами. В подтверждение счет 11-4. Мотобол – коллективный вид спорта. И один в поле не воин. Если есть команда с почемной коллективом, он будет более зрелищный и более голевой. Мотобол – больше голов, больше команды, нежели один игрок. Игра с хозяевами турнира стала самой драматичной. С первого периода и до конца третьего россияне вели 1-0. Французские судьи еще подлили масло в огонь, постоянно удаляя наших спортсменов. После двух зеленых карточек у Сосницкого было принято решение о его замене, дабы не заработать удаление уже на 5 минут. Самую главную роль сыграл в последний период этот Сосницкий, когда ушел. Лидер и капитан должен быть на поле, пока есть возможность. Два результативных немецких пенальти и гол с игры на последних секундах. 1-3. У сборной России первый проигрыш и выход в полуфинал со второго места. Играли с французами. Но уже не так, как в начале турнира. Обозленные проигрышем накануне россияне забили 7 мячей, а пропустили всего один. Игра была очень сильно красивая, споченная. Думаю, что в финале мы поборемся с немцами. Борьба была яростной. Уже в первом периоде забили 5 голов. Один судьи почему-то не засчитали. Все, кто следил за матчем, обратили внимание на некую предвзятость французских арбитров. Они помогали соперникам, как могли. Не замечали нарушений немецких спортсменов. Удаляли россиян, ставили штрафные и пенальти в наши ворота. Но фортуна была явно на стороне мотоболистов из России. Напряжение оставалось до финального свистка. В итоге счет 7-5. И сборная России чемпион Европы 2019 года. Эмоции переполняли не только спортсменов, но и болельщиков, следивших за этим красивым и раскаленным матчем. Я очень рада, что у нас команда соревляет. Я ее поздравляю чистого сердца. Болела, кричала, все и все. Эмоции просто сами меня переполняют. Поэтому не могу контролировать. Слышно. Вот очень лёг. Я все свои отпуска только здесь провожу. С нашей командой. Такой драйв, такой кайф получить от такого спорта. Я не знаю. Это я никогда такого не представлял. Черное море, что тут там. Класс. Ребята, молодцы. Сегодня такое выдали. Я сам даже немножко уже червячок сомнений у меня появился. Семенов, Кричтопов. Просто красавцы. Ребята, я благодарю вам за все. Я не жалею, что дачу деньги на эти поездки. Юниорская сборная стала вице-чемпионом, уступив французским юношам. А вот переходный кубок основного чемпионата Европы вновь остался в России. Ребята получили золотые медали и произнесли заветные слова. Мы чемпионы! Мы чемпионы! Елена Бабина, Сергей Ларин, Видное ТВ. 22 июня по всей стране отмечается День памяти и скорби. В Ленинском районе в связи с этим прошел ряд мероприятий. Одной из первых в их череде стала акция «Свеча памяти», которая по традиции проводится в этот день в 4 часа утра. С ее участниками поговорил наш корреспондент Максим Козлов. Утренние сумерки. Только языки пламени вечного огня озаряют лица солдат, застывших в почетном карауле. Десятки жителей Ленинского района, отдавая дань традиции, пришли сегодня к памятнику погибшим воинам в центре Видного, сжимая в руках цветы и свечи. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Гвоздики, принесенные каждым из участников акции, постепенно превращаются в один огромный букет, а пламя вечного огня становится ярче от свечей, которые одна за другой загораются рядом. Этот день не только память о далеких событиях, но и символ консолидации людей против общей беды. Люди объединяются. Сегодня у нас были различные организации по своим политическим взглядам, по своим убеждениям. Но такие даты, как День памяти и скорби, День победы, Дни воинской славы, другие, всегда объединяют. Это именно порыв, это вот от всего сердца, от всей души прийти, вспомнить отдать День памяти. Возлагая цветы к вечному огню, каждый думает о своем. У тех, кто пришел в этот час сюда, обязательно есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной. Каждый раз, бывая в Волгограде, я прихожу на Мамаев курган, вспоминаю свою молодость, рассказы ветеранов, вижу вечный огонь, который горит на Мамаеву кургане, вижу статую Родины Матери. Для меня это священно. Еще одна акция под названием «Горсть памяти» прошла на Расторгуевском кладбище. В ней приняли участие руководство района и города, представители депутатского корпуса, юно-армейцы, бойцы войсковой части 52-096. Началась она с минуты молчания. Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» проводится по всей России. С мест захоронений советских воинов в нашей стране и за рубежом берутся фрагменты земли, которые помещаются в специальные контейнеры, солдатские кесеты. Затем эти кесеты будут заложены в гильзы артиллерийских снарядов, которые установят на территории вокруг главного храма Вооруженных сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье. Его открытие планируется приурочить к 75-й годовщине Победы. То, что сегодня мы «Горсть земли» нашего Ленинского района передаем на священную территорию, где будет возведен храм в память погибших людей в годы Великой Отечественной войны, конечно, это самое правильное решение в рамках подготовки к юбилею в победе Великой Отечественной войны. В конце акции бойцы войсковой части 52-096 вместе с юно-армейцами прошли торжественным парадом. Максим Козлов, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В память об убитых и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны зажгли свечи и в совхозе имени Ленина. Жителей также ждала небольшая театрально-музыкальная постановка. Подробнее в нашем следующем сюжете. Акция «Свеча памяти» проводится во многих городах мира с 2009 года. В совхозе имени Ленина она стала уже доброй традицией. Каждый год ходим, чтим и будем ходить. Я очень рада, что у нас еще люди есть такие, которые помнят наших предков, что чтят, уважают. Дай Бог, чтобы все дети наши тоже, моложе нас тоже, так принимали, как мы понимаем, своих родителей, которые погибли во время войны. Спасибо Господу Богу, нашим предкам, нашим дедам, прадедам, что мы сейчас можем наслаждаться. Спасибо в том числе и тем ребятам, которые застали афганскую, чеченскую. Грубо говоря, они тоже творили подвиг. В той страшной войне погибло 27 миллионов наших соотечественников. Ценой собственной жизни они даровали нам мирное небо над головой. К сожалению, уже нет участников войны, но приходят дети войны, для которых вот это начало войны, оно не является чем-то далеким или чем-то незнакомым. Для них это то, что они пережили. И для них очень важно, чтобы мы, так же, как это важно для нас, для наших детей, для наших внуков, чтобы мы помнили. Николая Лисенкова война застала в Тульской области. Ему тогда было всего 12. Семью эвакуировали, но, как уверяет Николай Иванович, им еще повезло. Часть эвакуированных немцы затем погнали в Германию, а их оставили в белорусском Гомеле. Война отняла у него мать и сестру. Сестра не успела эвакуироваться. Раньше эвакуировали, она медработником была. И, значит, это она там, ТИФ свирепцева, больная. Там собирали по деревне, и в школу свозили, и там умирали, и пост сообщали. Накануне Дня памяти и скорби жители совхоза ждала интересная театрально-музыкальная постановка, которую подготовила местная студия «Премьер». В центре действия проникновенная история солдата, прошедшего всю войну, получившего ранения, но оставшегося в живых. Ваша жизнь после войны будет такой же яркой и красочной, как эти цветы. За это, наверное, умереть не страшно. Постановку прекрасно дополняли военные стихи и песни. В том горке похоронена война, мирный берег, тихо плещется волна. После представления жители возложили цветы к мемориалу павшим воинам и зажгли свечи, выложенные в слова «Помним». Екатерина Борисова, Александр Вудников, Ольга Садовская, Видное ТВ. Полицейские – это представители такой профессии, которые должны всегда быть в форме. На стадионе «Металлург» города Видное специально для сотрудников Управления внутренних дел организовали соревнования по функциональному многоборью. Наш корреспондент Анастасия Воронина проследила за ходом этих спортивных состязаний. Организаторы состязаний по функциональному многоборью решили включить в соревнования сразу несколько дисциплин, определяющих самого разностороннего атлета. Совместно с обществом «Динамо» в УВД Ленинского района проводят соревнования по многофункциональному многоборью среди сотрудников органов внутренних дел. Это помогает его работе, сплачивает коллектив и подтягивает физическую подготовку сотрудников. Участники состязаний продемонстрировали свою подготовку в отжиманиях, кувырках, прыжках на скакалке, тяжелой атлетике, а также в новом спортивном направлении – кроссфите. Во всех дисциплинах спортсмены должны были показать свою силу, ловкость и скорость, но командная сплоченность тоже играла большую роль, как, например, в перетягивании каната. Спорт – это жизнь, считает Андрей Терехов. Для него это любимое хобби, которое помогает ему в работе. Тренирую себя для себя, как бы, по понятию физического духа и также, ну, выглядеть достаточно хорошо. Бывало и задержание, вот, как бы, физических сил помогал, также вес. Андрей Ильин, мастер спорта по жиму-лежа, тоже решил принять участие во всех представленных дисциплинах. Готовился он серьезно и стремился к победе. Участники сильные, но посмотрим. Спорт все покажет, кто сильнее, кто наиболее подготовленный. Все будет видно и все решит именно соревнование. Для детей, сотрудников внутренних дел на стадионе «Металлург» тоже организовали спортивные состязания, в которых они должны были как можно быстрее выполнить сразу несколько физических действий. Приседания, бег, прыжки. Не оставляем сравнение детей, детей подтягиваем к этим мероприятиям, чтобы тоже приобщались к здоровому образу жизни, брали пример сотрудников. Дети и взрослые, несмотря на жару, боролись до победного конца и показали хорошие результаты во всех дисциплинах. А в завершении всех спортивных состязаний спортсменов ждали заслуженные награды. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. И в заключение выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. А они уверяют, что завтра, 25 июня, с самого утра небо закроют тучи, которые продержатся до конца дня. Без осадков температура воздуха днем плюс 23 градуса. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин